На днях группа карабахских армян провела акцию протеста в Ереване. В этот раз они собрались у здания Министерства труда и социальных вопросов Армении, протестующие недовольны условиями жизни, с которыми пришлось столкнуться после переезда в страну. Они требуют обеспечить всех карабахцев квартирами и выплачивать им пенсии. Мы уже три года проводим акции протеста. За это время мы встретились со всеми высокопоставленными чиновниками Армении. У них всегда была одна цель – закрыть нашу тему. Многие карабахские армяне уже покинули Армению. Власти хотят, что мы тоже так поступили. Они говорят, что жители Карабаха не являются гражданами Армении, поэтому им не полагается пенсия. В течение 30 лет ценой своей жизни мы воевали за Карабах, охраняли границы Армении. Теперь получается так, что нам не полагается пенсия? Что за наглость? Мы, карабахские офицеры, всегда получали зарплату от Армении. Уже три месяца мы не получаем пенсию. Недавно министр финансов заявил, что получающим льготы карабахцам не полагается пенсия. Хочу сказать, что мы никакие льготы от государства не получаем. Теперь власти отказываются платить нам пенсию. Просто хотят закрыть вопрос Карабаха. Этим они помогают Азербайджану и делают всё возможное, чтобы мы не смогли требовать компенсацию за наше имущество. Мы все находимся в отчаянии. Надеемся, что Франция предоставит нам гуманитарное убежище. Сегодня карабахские армяне чувствуют себя в Армении, как они сами выражаются бомжами. Отсутствие места жительства, пособия для жилья, а главное гражданство заставляет их покинуть страну. Отметим, что большинство митингующих – это участники Первой и Второй Карабахских войн. По словам протестующих, Ереван их просто использовал, пока шла война. Теперь же, когда всё закончилось, они не признают их даже своими гражданами. Столько лет жить в Карабахе и в итоге получить статус бомжа? Как такое возможно? Как видите, в наших паспортах написано, что мы являемся гражданами Армении. С 1988 года мы боролись за Карабах. Теперь получается так, что мы не являемся гражданами ни Карабаха, ни Армении, ни Азербайджана. Если бы мы знали, что всё закончится таким образом, то заранее задумались бы, как нам быть дальше. 22 года я служила в армии Карабаха, являюсь офицером, свою зарплату всегда получала от Армении. Сегодня мы все находимся в неопределённом состоянии. Не можем понять, почему никакая страна не хочет помогать нам. Думаю, власти хотят стереть с лица земли название Арцах, чтобы потом сказать, что Арцаха вообще и не было. Тысячелетиями мы жили в Карабахе. В итоге получилось так, что Азербайджан смог доказать всему миру, что Карабах принадлежит Азербайджану. А мы не имеем права даже громко заявить, что мы карабахцы. Если Карабах получит армянский статус, мы вернёмся обратно. Однако русским мы не доверяем. Там должны находиться международные миротворческие силы. Сегодня мы все озвучили наше главное требование. Всё, что я хочу, это получить прописку и стать гражданином Армении. Я долгие годы воевал в Карабахе. И сегодня мне с пятью детьми не дают прописку. Моя жена гражданка России, но я не хочу туда переезжать. Я хочу остаться здесь. Но если мне не создадут условия, то я буду вынужден уехать. Армия обороны Карабаха всегда являлась сердцем вооружённых сил Армении. Сегодня власти Армении заявляют, что эти люди не проходили обязательную срочную службу. Мы все участники Первой и Второй Карабахской войны. Когда шла война, именно нас выдвигали вперёд. Сам был командиром разведроты. Теперь, когда война закончилась, и мы приехали сюда, получается, что мы никому здесь не нужны. Нам заявляют, что мы не являемся гражданами Армении и не выдают нам пенсии. Мы служили и воевали в Карабахе. Получается, это наказание за нашу службу? Они словно стирают нашу многолетнюю биографию. Никто не имеет права так с нами поступать. Сегодня руководство Армении пытается убедить весь мир в том, что армян насильно изгнали из Карабаха. Хотя Баку неоднократно на самом высоком уровне предлагал армянским жителям Карабаха принять азербайджанское гражданство и реинтегрироваться в общество. Тем не менее, многие всё же покинули регион и сделали это по собственному желанию. В этом признаются и сами карабахские армяне. Меня зовут Муфсисян Гизал. Я из Карабаха. Жила в городе Ходжалы. Если честно, мы хотели остаться жить там. Мы хотели остаться в городе Хайеринов. Из Баку каждый день по радио на армянском языке передавали, что не нужно покидать свои дома. Да, да, на армянском языке передавали. Причём они на армянском очень грамотно говорили. Говорили, не нужно впадать в панику. Подчёркивали, что очень хорошо будут смотреть за нами, что мы получим азербайджанские паспорта, и у нас будут такие же привилегии, как и у всех жителей Азербайджана. Но нам позвонили наши же армяне и потребовали немедленно покинуть город. Они даже предупредили, чтобы мы сожгли все военные формы, документы, медали и фотографии мужа и сыновей. Они требовали уничтожить даже всё оружие. Мы очень испугались, что их арестуют. Поэтому уничтожили все их вещи, в том числе ножи. Когда покидали город, моя невестка хотела поджечь дом, но мой муж не разрешил ей сделать это. С Божьей помощью мы добрались до моста Хакария. Там было очень много журналистов. Мы спокойно прошли через азербайджанский пограничный пост и добрались до Армении. В городе Берегаван для нас выделили этот дом. Сегодня всей семьёй живём здесь. Мой муж охранял посты. Он позвонил и сказал, что возвращается домой. Им приказали сложить оружие и покинуть пост. Из муниципалитета позвонили нам и попросили быть на следующий день возле здания этого учреждения. Там мы видели, как работники муниципалитета сжигали все архивные документы. Также поступили и другие учреждения. Днём на автобусах мы покинули Мартуни. Так спокойно добрались до моста Хакария. Азербайджанские пограничники заходили в автобус. Они очень хорошо обращались с нашими детьми и даже шутили с ними. Я всегда мечтала стать военным, носить военную форму. Мои мечты не сбылись. По словам карабахских армян, становится ясно, что, покидая азербайджанские территории, они уничтожали сотни архивных документов. Этим они пытались заместить следы преступлений против азербайджанцев. На мосту Хакария азербайджанские пограничники спросили у нас, не хотели бы мы вернуться обратно в Карабах и продолжать жить там. Они сказали, что мы должны реинтегрироваться в состав Азербайджана, то есть стать гражданами этой страны. Уверялись, что нам будет очень хорошо там. Я ответила, что если будет возможно, то вернусь обратно, конечно. Насколько я знаю, многие не хотят жить в составе этой страны. Сегодня в Армении бурно обсуждаются вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской республики. Армянские журналисты провели опрос среди граждан, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Мнение респондентов разделили следующим образом. Мы неоднократно говорили, что для сохранения Карабаха нам нужно вести борьбу. Но никто не хотел бороться. Недавно сам Валшахаманян заявил, что Карабах не ликвидирован. Если это так, то почему он подписал какие-то документы? Кто ему дал это право? После всего этого он еще и оправдывается? В 1990-х годах в Армении были настоящие мужчины. Ради Карабаха они были готовы на все. Сегодня нет таких людей. В стране одни тряпки. В течение долгих лет Карабахский клан грабил как Карабах, так и Армению. Ужасно то, что сегодня эти люди находятся на свободе. А я воевал в Карабахе. Мои друзья погибли там. Как мог Шахаманян с одной подписью отдать Карабах Азербайджану? Сегодня многие говорят, что Карабах вернут обратно. И тому подобное. Все это пустые слова. Забудьте об этом. Это невозможно. Карабахские армяне предали Армению. Знаете почему? Потому что заявили, что в Карабахе находится армия Армении. Они разве не слышали заявление Никола Пашняна о том, что в Карабахе нет солдат из Армении? С 1991 года мы страдаем по вине карабахских армян. Для спасения их жизни многие наши солдаты воевали и погибали в Карабахе. В итоге они покинули эти территории. За все это время карабахские армяне жили за счет Армении. Что еще мы должны сделать для них? Мы сыты по горло. Вы говорите, что они долгое время голодали в Карабахе. И вы верите всему этому? На митингах в Степанакерте всегда выступал какой-то карабахский чиновник. По его жирной физиономии сразу было видно, что они очень даже сытые. У Араика Рутняна, Аркадия Гукасяна и Бакуса Океана в Армении есть отели, дома и многое другое. Почему они не помогают своим карабахцам? Почему не размещают их в своих домах? Ответь, пожалуйста, почему? Думаю, что некоторые карабахцы захотят, конечно, вернуться в Карабах. По телевизору я неоднократно видела, как азербайджанские пограничники просили карабахских армян не покидать свои дома. Есть, конечно, и те, кто не хочет жить в составе Азербайджана. Посмотрим, что будет дальше. Армяне не смогут жить вместе с турками. 30 лет они спокойно жили в Карабахе без азербайджанцев. Думаю, они уже не смогут жить в составе Азербайджана. Если в Карабахе создадут для людей нормальные условия, обеспечат их безопасность, думаю, они вернутся обратно. Карабахские армяне очень любят свои земли, поэтому они вернутся в свои дома. В бедах карабахских армян виноваты власти. По их вине эти люди оказались в такой ситуации. Если бы в 1988 году в Карабахе и Армении люди не устроили бы митинги, не кричали бы, что Карабах принадлежит Армении, то сегодня эти люди спокойно жили бы там. В те годы они поверили словам этих болтунов и присоединились к их акциям. И что они от этого получили? Ничего, конечно. В итоге они остались одни. Сама я из Карабаха. Мы жили там неплохо. Власти обратились с нами, как с вещью. Привезли в Армению, как мешок картошки, оставили на улицах. Никол Пашинян во всем обвиняет бывшие власти. Он ведь говорил, что все начинает с нуля. Если он не может руководить страной, пусть уходит. Посмотрите, что творится в Армении. Страна превратилась в сумасшедший дом. Только 10% людей живут хорошо. Остальные прозябают в нищете. Наши земляки, находящиеся в России и за рубежом, уже стесняются говорить о том, что они армяне. Главное желание Никола Пашиняна заключается в том, чтобы азербайджанцы переехали в Армению. Он хочет, чтобы мы жили вместе, как братья и сестры. Азербайджан выиграл в войне, а мы проиграли. Мы уничтожены и оскорблены, понимаете? Как мы можем жить вместе в такой ситуации? Все началось в 1992 году. Повинили вон и терпетросян, и мы потеряли Карабах. Он не армянин. Его настоящее имя – Халилиян Лендри. Пусть СНБ занимается его личным делом. Если не накажем внутренних турок, не сможем жить спокойно. Азербайджанцы уже говорят, что собираются пить чай в Ереване. Думаю, в итоге так и будет. Нас ждет та же участь, что и карабахских армян. Роберт, Сержи, Никол продолжают дело терпетросяна. Сегодня мы страдаем по вине Ливона. У него турецко-еврейский план – уничтожить всех армян. Карабахские армяне знают, что во всех их бедах виноват карабахский клан. На улицах Еревана оппозиционеры долгое время проводили митинги. Они не понимали, что этим не смогут спасти Карабах. Сегодня они работают над очередным планом. Думаю, нас ждут ужасные времена. Вазген Манукян хотел устроить военный переворот в Армении. Он неуравновешенный и больной человек. В Армении нет оппозиции. В стране действует пятая колонна. Эти люди – враги Армении. Как вы знаете, Роберт Кочарян и Серж Сарксян до сих пор ничем не помогли своим же карабахцам. У этих людей в Армении есть сотни отелей, домов, дворцов и так далее. Но они почему-то не хотят разместить их в своих домах и отелях. Сам Бел Шахраманян подписал акт о капитуляции. До этого они громко кричали, что Пашинян продал Карабах. В итоге мы все увидели, как так называемые карабахские руководители отдали Карабах Азербайджану. Эти люди должны быть наказаны за содеянное. Россия никогда нам ничем не помогала. Наоборот, с помощью карабахских армян они хотели убрать с поста Никола Пашиняна. Армения сегодня существует благодаря именно Николу Пашиняну. Сам Бел Шахраманян говорит, что вопрос Карабаха не закрыт. Если это так, пусть он представит объективные факты. Думаю, многие карабахские армяне покинут Армению и отправятся в Россию и другие зарубежные страны. Этого хотят и власти. Как вы знаете, уже более четырех тысяч карабахцев уехали из Армении. Все уже поняли, что карабахский вопрос больше не может быть оправданием смены власти. Если честно, то я не верю в концепцию возврата. Сегодня все должны смириться с правдой и понять, что мы потеряли Карабах окончательно и безвозвратно. После войны уже было ясно, что тема Карабаха погребена под завалами. Было также понятно, что уже поздно договариваться о чем-то с Азербайджаном. Армянский народ не меняется. Люди остались такими, какими были сотни лет назад. Сегодня среди нашей нации есть такие, которые азербайджанцев и турок называют своими врагами и кочевниками. Нам все хорошо известно, что с 1990 по 2020 год из Армении мигрировало около одного миллиона армян. И после всего этого азербайджанцев они называют кочевниками. Я всегда знал, что до декабря Карабах перейдет в состав Азербайджана. Помню, когда оппозиционеры во весь голос на митингах кричали, что Карабах находится в блокаде. Какую цель они преследовали, выступая с такими глупыми заявлениями? Я всегда твердил, что азербайджанцы не заблокировали Карабах. Армения весь признала территориальную целостность Азербайджана. Думаю, что Пашинян ведет правильную и мудрую политику. И так как эти территории принадлежат Азербайджану, значит они закрыли свои собственные дороги. Однажды спросил у митингующих, знают ли они, что Карабах уже принадлежит Азербайджану. Я посоветовал этим людям создать для карабахских армян условия, построить для них дома, чтобы они смогли там жить. Они с таким презрением начали на меня смотреть, как будто я их враг. Некоторые даже ответили, чтобы я меньше каркал. Своей тупостью и неграмотностью они довели нас до такой ситуации. Целыми днями эти несчастные на улицах кричали, что Карабах никогда не будет азербайджанским. Говорили, что они самые лучшие, что никогда не сдадутся Азербайджану, что не проиграют войну и так далее. За рубежом таких людишек принимают за глупых существ, понимаете? Неоднократно я старался объяснить им, чтобы они не болтали всякую чушь. Такие просто лигры, понимаете? Лигры. Ни одна женщина в мире не родила таких существ. Только армяне смогли произвести на свет таких идиотов. Обращаюсь к тем людям, которые кричали, что Карабах никогда не будет азербайджанским. Эти армяшки-хачики не хотели слушать меня и понять, что нельзя выступать такими глупыми заявлениями. Когда я потребовал, чтобы они прекратили говорить такие вещи, они заявили, что я не люблю свой народ. Получается так, что эти трусы и лигры якобы любят свой народ, а я нет? Своим глупым пафосом и риторикой они разрушили Армению. Вы же повторяли сутками, что Карабах никогда не будет принадлежать Азербайджану. И как вам сейчас? Получили по башке? Суть по опросу, проведённому армянскими журналистами, видно, что в Армении всё ещё есть благоразумные люди, признающие ошибки собственного народа. Они понимают, что их недальновидные действия привели страну к кризису и разладу. Единственный выход из такого положения – подписание мирного договора с Азербайджаном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok